Взглянув на эти фотографии, подвоха и не заметишь. Ну, животные, ну, в клетках. И дикобразы, и страусы вроде выглядят хорошо. Но это издалека. А вблизи сотрудникам управления Россельхознадзора на них никто взглянуть и не дает. Собственница зоопарка против категорически. ИП Сальникова и Наталья Ивановна по адресу Рязанско-Овск-Лепиковский район, поселок Чудвис, на территории закрытого парка фестиваль, осуществляет деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, в условиях зоопарка. Данной деятельности подлежит лицензиру, но, к сожалению, предприниматель лицензию на данный вид деятельности не имеет. Екатерина Данилова добавила, что лицензия у фестиваля закончилась еще в январе прошлого года. С тех пор владелица, некто Сальникова, на продление лицензии не подает. Получается, что и зоопарк вроде бы как уже не зоопарк. Может, поэтому за животными, похоже, никто не следит. При проведении контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия в отношении данного предпринимателя было установлено по системе «Меркурий», что оформление ветеринарно-справительных документов на корма для животных и птиц в адрес ИП Сальниковой не поступает совсем. В связи с чем мы не можем определить безопасность и объем данных кормов, а также не можем оценить полноценности кормового рациона, используемого для животных, где учитываются их видовые особенности и также поголовье. Потому и неизвестно, например, прошли животные вакцинацию или нет. Может, для человека они даже заразны. На эти вопросы у ведомства ответа нет. Как и на другой, не менее любопытный. Куда дели труп корабля пустыни? История эта весьма любопытная. В 21-м году на территории закрытого парка отеля произошел падеж одного из верблюдов. По закону оформили ветеринарно-сопроводительный документ до места утилизации трупа. Все чинно благородно. А спустя какое-то время документ этот аннулировали. И где теперь труп, неизвестно. В общем, нарушений скопилось достаточно. ИП Сальниковой суд объявил предостережение о недопустимости обязательных требований. Плюс штраф, но небольшой. Пока.